С любительского ринга на профессиональный в этом году шагнул 23-летний харцизский боксер Игорь Григоращук. Весной его первый поединок на Кубке Федерации Краснодарского края закончился боевой ничьей. Дальше настала очередь побед. Первый бой был в Краснодаре, там была боевая ничья с российским соперником. Второй бой был в Сухуми, это с армянином. Там я выиграл, четыре раунда отбоксировал, выиграл достойно. И вот была матчевая встреча с Китаем, это я был в составе сборной команды Северной Осетии. Была матчевая встреча Россия-Китай, и там одержал победу. Соперник был очень достойный, уже взрослый, опытный. Он был 30 лет, ему уже был чемпионом Китая, призер Китая, чемпионом Азии был. В общем, соперник очень достойный. Для меня был это первый опыт с таким соперником. Путь к профессиональному рингу никогда не бывает легким, утверждает наставник Игоря Александр Пеньков. И какой бы блестящей ни была победа боксера, тренер всегда найдет, над чем еще следует поработать. Каждый день обязательно надо что-то делать, что-то говорить ему, что-то объяснять ему, работать над техникой, над тактикой, над морально-волюблевым качеством, над физическим, общим физическим, специальным физическим. Сейчас они после этого побегут, например, в кросс, в четверг побегут на колосничку, там работа на воде у нас будет. Выходу на профессиональный ринг предшествовала ежедневная тяжелая работа. Игорь Григоращук провел целую серию спаррингов в Янакиево, Макеевке и Донецке. К профессиональному поединку ты готовишься, уже зная соперника своего, уже более-менее, то есть определенная, ну, какие-то тактика идет, какие-то удары, ты уже знаешь, что он будет делать. Может, смотришь какие-то его бои, уже определенно на одного человека готовишься. Любительский бокс – это как бы сетка турнирная, то есть ты от одного противника к другому. И постоянно у тебя разные противники, ну, неожиданные у тебя соперники, поэтому там как бы сложнее. Мне больше нравится, как к профессиональному бою готовиться. А вот он стал проявлять себя, вот просто проявляет, проявляет, понимаете, как-то вот и в тактическом плане, и в техническом, и самое главное, у него начало появляться чувство, чуть-чуть-чуть, чувство победы. Вот это очень многое значит, чувство победить, 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 внутреннее состояние, потому что я все время говорю, мышцы – это одно, а вот надо уметь, уметь работать внутренним состоянием, уметь убеждать себя где-то, настраивать себя. Вот здесь психика работает, система работает, это очень-очень многое значит. Президент Федерации бокса Харцеска считает важным поддержку лучшего действующего боксера города. От Федерации Игорь получает стипендию. В дальнейшем, естественно, мы будем наращивать обороты, увеличивать темп, и хотим, чтобы уровень бокса в городе Харцеске уже поднимался на еще более высокий уровень, то есть на профессиональный, я бы даже сказал. Но, конечно же, мы не будем забывать о том, что у нас есть детско-юношеский бокс, и будем уделять ему также достаточно времени и внимания. Соревнования, к которым сегодня готовится Игорь, в начале сентября пройдут в Волгограде. Харцезяне рассчитывают завоевать в городе Героя очередной боксерский трофей.